Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где мы размещаем конкретные торговые рекомендации и самые интересные новостные сводки, которые также помогают вам принимать торговые решения. Ну что ж, эта неделя, как вы, наверное, помните, исходя из того, что я говорил на прошлой, будет крайне волатильный на фундаментальный фон и, соответственно, на реакцию тех активов, за которыми мы следим. Куча заседаний регуляторов, причем по инструментам, которые сейчас и без того показывают довольно интенсивные торги. На этой неделе, друзья, мы ждем заседание ОПЕК, заседание Резервного банка Австралии, заседание Банка Англии, американского регулятора и традиционный отчет для первой недели месяца, а точнее даже для первой пятницы месяца. Это Non-Farm Peril, статистика по американскому рынку труда. Такого рода статистика имеет обычно очень серьезный резонанс в динамике финансовых активов, но сейчас такой отчет, как Non-Farm Peril, это еще одна возможность нам, инвесторам, трейдерам разобраться в перспективах американской монетарной политики. Причем, я сейчас говорю не о программе количественного смягчения, с ней более-менее все уже понятно, поскольку, ну, действительно, все трейдеры и инвесторы не сомневаются в том, что американский регулятор на вот этом заседании, которое будет, может анонсировать начало сокращения программы количественного смягчения. И по планам это будет коррекция общей программы, которая сейчас составляет 120 миллиардов долларов в месяц на 15 миллиардов, то есть 10 миллиардов будут убраны из фонда, который, скажем, идет на покупку казначейских облигаций, и 5 миллиардов из фонда, который идет на покупку ипотечных бумаг. И сам выход будет растянут на ближайшие 8 месяцев, то есть 8 месяцев умножаем на 15, как раз и получаем ту самую емкость программы в 120 миллиардов и приблизительные сроки, когда американский регулятор полностью завершит QE. Это следующее лето. Об этом говорилось уже многократно и видными экономистами, аналитиками, собственно, чиновниками ФРС. И периодически определенного рода комментарии были и со стороны главы американского регулятора Джерома Паула. Поэтому программу количественного смягчения, как таковую, я предлагаю уже не разбирать, потому что с ее перспективами все понятно. Но куда более больной темой сейчас являются сроки повышения процентной ставки. И вот эта тема станет основной для наших последующих спекуляций, потому что, судя по всему, судя по последним отчетам, судя по риторике также американского регулятора, уже о 22-м годе, как в том самом периоде, когда ставка может быть поднята, речи быть не может. Потому что текущие фундаментальные фонды, сохраняющиеся проблемы с логистикой, с цепочками поставок, заставляют ФРС не торопиться столь важным и практически судьбоносным решением для американской экономики и отложить его на 2023 год. А там уже будет видно. Но мы о теме доллара и о том, что будет, собственно, с американской монетарной политикой, продолжим говорить и дальше. Поэтому, друзья, конечно же, было удивительно наблюдать за тем, как доллар под закрытие прошлой недели, фактически пятничной торговой сессии, потому что большую часть пятницы мы наблюдали за давлением, которое было оказано на американскую валюту, под закрытие пятницы смог восстановиться и уйти снова в район 94-16 пунктов. Причем фундаментальный фонд. Сначала это были данные по ВВП 2%. То есть слабая статистика, хуже некуда в прямом смысле, потому что буквально еще квартал назад американской экономике прочили общий темп экономического роста больше, чем в 5%. Но при тех темпах восстановления, которые мы видим сейчас, никаких 5% уже речи быть не может. Соответственно, слабость ВВП, она стала следствием этих обозначенных проблем, которые я отметил. Логистика, цепочки поставок, высокая инфляция, которая опирается, является следствием роста цен на нефть. Актуальные опасения с ковидом, потому что во многих регионах Европы, в некоторых регионах Китая вновь фиксируется значительный рост количества заболевших. Очень не хочется верить, что мы уйдем на 10-й круг по вспышке инфекции, поэтому не хочу даже развивать словесно эту тему. Просто имейте в виду, что такого рода риски присутствуют. И чиновники, которые отвечают за важные, ответственные решения, которые касаются монетарного курса, они все эти риски видят, конечно же. Поэтому мой очередной призыв вам, друзья. Если вы прямо сейчас думаете, что делать с долларом, ну не торопитесь, пожалуйста. Потому что сейчас тот новостной фон, который заставляет многих перезагрузить именно свое мышление, и еще раз взглянуть на те риски, которые есть, с осознанием того, что ужесточение политики, особенно если речь идет о росте процентных ставок, будет самым худшим решением, которое только может быть принято. Вернемся к пятничному росту. Почему доллар так вырос? Честно говоря, возможно, это реакция на мичиганский индекс, потому что я, когда наблюдал за динамикой именно доллара, думал, что личные доходы, личные расходы оказались настолько хорошими, что никто не ожидал таких цифр. Но экономический календарь говорит об обратном. Личные доходы минус 1%, прогноз был минус на 0,2%, то есть в 5 раз хуже. Личные расходы на 0,6%, здесь рост с прошлого 1%. Ну, то есть не настолько сильный релиз, чтобы можно было вот так вот скупать доллар. Мичиганский индекс здесь тоже с натяжкой. Ну, прогресс есть, но 71,7, 71,4 – это тоже не многомесячные максимумы, которые позволили бы нам переосмыслить свое отношение к перспективам американской экономики. Поэтому, может быть, закрытие, опять же, пятницы стало следствием какой-то частичной подготовки к тому решению, которое может быть анонсировано по итогам заседания ФРС на этой неделе. Если это так, друзья, то что все, что мог показать доллар на текущем этапе, он уже показал. Поэтому сработала тактика «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Если мой прогноз оправдается, то под конец этой недели мы снова будем наблюдать за тем, как доллар продолжит снижаться в район 90 пунктов. Ну, точнее, даже к 93 и ниже, поскольку это точно ближайшие цели. Золото 1783. Ждем возвращения в район 1800 долларов за тройскую консуль, потому что только лишь закрепление выше откроет дорогу на уже прежние максимумы. И я в целом долгосрочно ориентированный покупать золото, потому что понимаю, насколько этот актив будет выгодным для инвесторов в свете роста инфляции и отрицательной доходности американских облигаций. Не забывайте, что инфляция в США гораздо выше, чем ту доходность, которую сейчас гарантируют американские трежерисы. Будучи институциональным инвестором, ну, выбор крипто, рынок, где колоссальные риски, и золото, которое проверенный актив для спекуляции именно по факту. Неопределенность, особенно с учетом инфляции, хорошая база для роста и ожидания еще, собственно, обновления локальных максимумов. Рынок нефти 83.53. Ждем заседания ОПЕК. Я склонен полагать, что страны ОПЕК не примут решение о дополнительном росте нефтедобычи. Это станет причиной роста цен на нефть, потому что только лишь страны ОПЕК могут сейчас повлиять на текущие обычаи ралли в условиях глобального энергетического кризиса. На мой взгляд, страны ОПЕК могут согласовать дополнительное увеличение добычи только в том случае, если увидят конкуренцию со стороны американского сланцевого бизнеса, как это было раньше. Но этой конкуренции сейчас быть не может, потому что отсутствие инвестиций в период локдаунов и активного распространения ковида в этом и прошлом году отбросили американский нефтяный бизнес на несколько лет назад. И с учетом еще президентства Байдена, сторонника зеленой энергетики, я думаю, что сланцевый бизнес уже никогда не будет на таком же уровне, как был, например, при Траме. Сейчас у ОПЕК есть отличная возможность пользоваться своей властью и каждый месяц получать как можно больше прибыли, потому что эта прибыль возможна только лишь при высоких ценах на угли и водороды. По поводу заседания Банк Англии, я сторонник идеи того, что британский регулятор повысит процентную ставку на 0,15%. Если это так, то Банк Англии станет следующим регулятором, который упадет на такой шаг по ужесточению монетарной политики. И фунт еще не заложил даже 50% такого позиционирования, таких ожиданий. И цель, которую я бы изначал ранее 1,40%, она по-прежнему актуальна. Что касается Резервного банка Австралии, заседание, кстати, уже в ходе завтрашней азиатской сессии, то есть на завтрашнем брифинге мы обсудим итоги. Я рекомендую покупать дальше эту пару. Мы ее покупаем очень давно, уже очень хороший профит, но полагаю, что можно еще получить экстра прибыль, если Резервный банк Австралии пойдет по стопам Банка Канады и также анонсирует сокращение программы количественного смягчения. Возможно, это не будет полностью завершение программы QE, как в отношении Банка Канады. Но какой-то шаг может быть сделан. После снятия карантинных ограничений в Сидне, в Мельбурне, во многих других крупных регионах Австралии, после того, как сегодня открывается австралийская экономика для туристов с ковидным паспортом, после данных по инфляции, которые стали мотивацией для действий по ужесточению политики, ну все условия созданы, остается только дождаться, собственно, фактического решения. Американский фондовый рынок. Здесь, друзья, мои очередные поздравления вам, поскольку мы говорим об очередном историческом максимуме S&P 4607 пунктов, а цель 4700 остается актуальной. И что касается европейской валюты, то в прошлый раз была цель на отметке 1.15, но я, признаться, после роста, который последовал за решением Европейского центрального банка, не стал испытывать судьбу, как и говорил, сфокусировался на других валютных активах. Если вы считаете, что у европейской валюты есть еще потенциал для снижения, то это максимум, друзья, 1.15, потому что в случае дальнейшего снижения курса доллара риск начнет активно отрастать, имейте это в виду. Спасибо за внимание и хорошей торговой сессии и недели. Всем пока!